Всем привет! Давно не выходили наши видео, если вы как подписчики успели заметить. И на то у нас, точнее у меня, было несколько причин. Одна объективная и парочка субъективных. Ну и начнем с объективных. Просто банально нечего снимать. Заснял тех, заснял этих. Насекомых, варанчика нашего. Кстати, Стэнли наш подрос. Вот он у нас в полотенчике тут. Греется, точнее сушится. Некоторое время буквально на руках спокойно сидит. Ну собственно из-за того, что нечего было снимать, я и сделал такой большой перерыв. Но, теперь тема у нас есть. Что касается субъективных причин, личных, то их две. Первое, я хотел купить камеру хорошую. И снимать в лучшем разрешении, в лучшем качестве, в более детальную съемку. Ну, а вторая причина, я хотел это сделать на сотую, в сотый выпуск. Да, это у нас сотая съемка, посвященная лично Стэну. Вот он вырывается и уже хочет куда-то пойти. Да, сотая съемка, и переходим, пожалуй, к объективным причинам. Объективную причину я, наконец, нашел, и мы поговорим немножко о мхе сфагнуме. Можно заметить, что текстуры его сейчас после уборки достаточно зеленые и желтые. И я, пожалуй, объясню, в чем тут разница. Последние полгода я покупал сухой, спрессованный мх сфагнум в таких брикетах, которые необходимо было размачивать для того, чтобы мх приобрел более влажный и более подходящий для ящера вид. Ну, чтобы был более подходящий для него средой. В брикетах достаточно много мха, хватает его надолго, но со временем я обнаружил у него определенные минусы. Поскольку это сухой мх, он по сути являлся еще не до конца разложившейся пылью. То есть все растения, умирающие, все животные организмы, они со временем на солнце превращаются в пыль. И, соответственно, чем дольше мх лежал в террариуме, тем... Ну, куда ты пошел? Собственно, тем... Не, не уйдешь. Не уйдешь. Дай мне договорить о мхе, Стэн. Опять же, качество съемки на камеру, как мы можем видеть, гораздо выше. можно увидеть детали. Стэн пытается найти укромное местечко, буквально подо мной, чтобы его не трогали. Ну, пожалуй, вернемся ко мху, а то я никогда о нем не расскажу. Собственно, из-за этих сухих брехетов, размоченных в воде, в результате они на свету очень быстро сушатся и все больше становятся пылью. Отчего и мой капский варан и я в определенный момент начинали дико чихать. Ну, Стэн чихал периодически, а я, как только беру допустим, полотенце, по которому прошелся Стэн и оставил кучу мха, я сразу начинал чихать по несколько раз. Никогда со мной такого не было и я предполагаю, что это как раз именно из-за этого, из-за сухого мха. Вот тут у нас Стэн убежал, решил погулять. Ну, а мы, пожалуй, вернемся ко мху. Собственно, прошел недавно рептилиум. Как раз 3-4 октября прошли и я закупился вот этим чудесным так сказать влажным мхом. Натуральным еще, не высушенным. Он сохранил все свое так сказать более природные свойства и в пыль превратится, будет превращаться крайне долго. Ну, и получилось его достаточно много. тут буквально зеленые заросли и я надеюсь, Стэн будет рад покопаться во всем этом великолепии. Ну, и плюс выгодно вот этот влажный естественный несушеный мох отличает насыщенный цвет. А мы пока вернемся к нашему Стэну. Отсюда не видно, ну, разве что чуть-чуть вон он гуляет под стул забрался. Можно увидеть. Света, конечно, не хватает, но увидеть его можно. Он очень резво перебирает лапами по движению. Движение началось. Собственно, Стэн также меня достаточно сильно удивляет. с балкона вернется, потому что там делать нечего. Последнее время он меня удивил, когда я закрывал террариум вот буквально вплотную. Он таки сообразил выбраться, поскольку здесь у меня, чтобы не защемить провод, есть небольшое отверстие. И в конце концов, если невозможно было выбраться с противоположного угла, он с помощью когтей открывал эту створку и выбирался из террариума. Так что капские бараны слава о них вполне оправданно. Они достаточно сообразительны. Не значит, что умные, но сообразительные. Поэтому теперь я всегда уходя на работу оставляю террариум открытым, чтобы он мог в любой момент выбраться и погулять свою волю по дому. Конечно, после этого возможно мне придется убираться за ним, но это я как-нибудь перетерплю, поскольку он в последнее время не хочет ходить в туалет именно туда, куда хочу я, в лоток с водой. Ходит чуть ли нигде попало, но в основном благо не на ковер, а вот на такие места типа ламината. Благодаря камере я могу вовремя отдалить, приблизить. Что? А-а-а! Пошипит? не хочет с нами общаться. Хочет домой, наверное. Да, Стэн? Ты домой хочешь? он меня не кусает, знает, кто его кормит, кто в доме основной альфа-самец. Хе-хе-хе. Ой, ладно, давай, давай, посадим тебя в террариум. Давай, заходи. Конечно, камере стоит привыкнуть, не соображает, что. Чувствую, что запах новый, поэтому в террариум не идет. Думает, что там что-то опасное или чуждое для него. Он как цепляется, не хочет, чтобы его в террариум пускали. Хочет поиграться, точнее побродить, посмотреть, где для него более привычное место. ну и в конце концов у него уйдет некоторое время на привыкание к новой обстановке в террариуме, но, тем не менее, это нужно. Лучше, конечно, для этого выключить свет. Не кидайся, а то упадешь. Камере нужно привыкнуть, поскольку привык смотреть на жидкокристаллический экран, сам объектив у него немного подальше, смещен вправо, поэтому некоторая рассинхронизация есть с кадрами. Он любит, любит, когда его чешут, любит, когда его чешут. это успокаивает. стоит прекратить чешать, и он снова начнет активничать. Мы запустим его все равно в террариум. Я хочу посмотреть, как он там будет. Давай, не упрямь. Не упрямь. стой. Давай. Конечно же, он достаточно сильный, чтобы и тяжелый, чтобы повалить эту маленькую арку из пробкового дерева, поэтому каждый день приходится снова поправлять декорации. стой. что ж, стейн у нас залез. Он немного полазит, скорее всего выберется обратно, чтобы поискать место более укромное. Но на ночь я его все равно здесь закрою. Ну а для того, чтобы он быстрее привыкал, я, пожалуй, выключу дневное освещение, точнее ультрафиолет. Оставлю его в таких вечернем свете. Он активно нюхает. Никак не может понять, что же это за место. Вроде география знакомая, а запахи другие. Это странно, странно. ничего, для варанов это нормально. Со временем привыкнет, буквально за сутки. Просто новые запахи, слегка новая география. А так, ну что ж, чистить террариум необходимо, чтобы я не чихал, чтобы стенд не чихал, чтобы всякая слезшая кожа не составляла дополнительную пыль террариуме. так, когда привыкнет, начнет копать и обустраивать террариум для себя. Кормить его сейчас не обязательно, он не будет откликаться, точнее, стрессировать. Так, что нужно просто время. Это, так сказать, бесценный опыт, приобретенный в течение последнего полугода. вот он, скорее всего, полезет наружу, но я, пожалуй, прекращаю съемку. Кстати, скоро буду выкладывать короткие видео, которые я снимал на рептилиуме. Их немного, но они также будут на канале. Следите за обновлениями. Всем до новых встреч. А Стэн у нас пойдет обследовать свои места. Жопа с одной стороны, язык с другой. Самое безопасное место это бревнышко. Ну, до новых встреч, дадим нашему капскому барану привыкать. рада, рада, рада. Твое